Всем привет! Сегодня я решила приготовить пирог с мясом на гриле. Пойдемте на кухню и начнем готовить. В общем, для этого нам, собственно, понадобится слоеное тесто и фарш. Ну, фарш я беру свиноговяжий, половина свинины, половина говядины. Фарш я приготовлю с луком, других я не буду добавлять продуктов. Я не люблю фарш с морковкой, хотя можно добавить туда еще и морковь. Я добавлю только лук, соль, перец. Ну, собственно говоря, пойдемте на кухню и начнем уже готовить. Я подготовила фарш. Это половина свинина, половина говядины. Но здесь фарша больше, чем нужно. Я его весь пожарю, а потом уже отделю, сколько мне нужно. Две средние луковицы мы сейчас измельчим в блендере. Достаточно, думаю. Ну, вот так получился лук. Сейчас мы его отправляем в мясо. Дальше мясо поперчим, посолим. Ну, перец я вот такой беру, какой есть. Ну, это перец крупноватым. Я еще мелкого добавлю, полотого. Соль я или вкусную соль беру, или вот эта соль адыгейская, она идет с травами, с пряностями, с приправами. Вот для мяса очень хорошая соль. Ну, и все это перемешаем теперь. Я все перемешала. В рецепте предлагают еще добавить туда тертую морковь, яйцо. Ну, морковь я не люблю, честно говоря, и добавлять не буду. А яйцо, ну, я могу одно добавить яйцо. Ну, дальше я включаю плиту. Ставлю режим жарка. Ну, в общем, фарш будем готовить до готовности. Периодически помешивая. Масла добавлять я не буду, жирности тут и так хватает. Просто на умеренной температуре будем потихонечку обжаривать этот фарш. Пока фарш обжаривается, я с морозилки достаю слоеное тесто бездрожжевое. У меня тут полкило, 500 грамм, хотя по рецепту 400 грамм. Ну, на полкило теста я возьму полкило фарша. Но пока оно должно в комнатной температуре полежать, чтобы разморозиться. Ну, вот прошло уже минут пять. Наше мясо выпустило сок. И теперь будем ждать, пока этот сок весь испарится. Чуть-чуть слегка обжарим и будет оно уже готово. Оно уже практически почти готово. Но чтобы вот этой вот жидкости там не осталось. Будем выпаривать жидкости. Сок мясной. Ну, вот наш фарш уже готов. Я отложила 450 грамм. Вообще по рецепту 400 грамм бездрожжевого слоеного теста нужно. И 400 грамм фарша. Но так как тесто продается уже полкило, я сделаю полкило. Фарша я сделала чуть меньше полкило, потому что, чтобы оно туда поместилось все. Но если будет мало, даже добавлю чуть-чуть. Ну, пока 450, так отложила, чтобы увидеть, сколько это получается. Ну, вот это вот столько. Теперь я немножечко просею муку на стол и выложу на стол уже размороженное тесто. Тесто, когда размораживается, оно немножечко может быть влажным. Поэтому сейчас присыплю все это мукой, чтобы у нас влага уже отсутствовала. Чтобы можно было легко раскатывать тесто. Ну, теперь пласты нам нужно раскатать по размеру гриля. Ну, сейчас! ну вот я раскатала два пласта в общем примерно одинакового размера и сейчас на один пласт я буду выкладывать фарш ну только нужно где-то сантиметр от края оставить чтобы можно было защипить потом пирог ну в общем как то равномерно вот так вот распределили мы фарш немножечко оставили свободным край теперь положим сверху второй пласт и залепим края ну вот такой получился закрытый пирог теперь нам нужно будет его перенести сначала на доску потом я поставлю гриль и поставим моего на гриль доску я посыплю мукой чтобы она не слипалась не прилипилась к доске интересно если попробовать вообще первый раз я делаю этот пирог я думаю что если края вот так защипнуть как мы это делаем наподобие вареников да что получится посмотрим что получится первый раз делаю я люблю экспериментировать что-то пробовать новое так защипим тогда он не будет раскрываться я так думаю надеюсь что не будет раскрываться о какая красота получилась уже симпатично да ладно отложим пока пирог стороночку дальше я достала гриль я включаю его включаю режим на троечку и жду пока нагреется наш гриль пока не покажет индикатор готовности еще в рецепте нам рекомендуют сделать несколько проколов пилочкой наш пирог проткнуть нужно наверное для того чтобы пар как-то там оттуда выходил ну вот наш гриль нагрелся дошел до готовности открываем его нужно нам смазать панель маслом так ну теперь мы аккуратненько постараемся выложить наш пирог дальше нам нужно обложить по периметру фольгой я уже подготовила такие вот трубочки смажу чуть-чуть сверху еще немножко самую малость вообще хотя я думаю что это даже не обязательно все и закрываем на 15 минут готовить 13-15 минут мы будем смотреть может быть 13 может 15 посмотрим прошло уже 15 минут я хочу открыть и посмотреть что у нас там сейчас происходит так вверх подрумянился и низ я слышу поджарилась надо заглянуть но низ также слегка подрумянился как и вверх я думаю что можно еще в принципе чуть-чуть позапекать мне кажется что может быть нужно побольше еще по запекать ну еще может быть несколько минут может пять минут посмотрю прошло еще четыре минуты посмотрим ну вот подрумянился он еще больше но я думаю что можно в принципе уже и выключить его я выключаю гриль полностью и дам нашему пирогу немножечко остыть прежде чем его перекладывать чтоб он не развалился пускай остываю закрытую крышку прошло уже 10 минут и мне уже не терпится все таки его выложить на доску для этого я возьму и лопаточки вот перенесли мы на досточку а теперь уже будем ждать когда он остынет чтобы его попробовать ну что мои хорошие пирог наконец-то уже остыл теперь можно его пробовать пока он остывал я отрезала кусочек и отнесла угостила свою соседку ей понравилось сказала вкусный но теперь стоит мне попробовать да пирог действительно вкусный сейчас я еще сделаю чай и его поем с чаем будет вот такая вкуснятина что я вам хочу сказать в каждом рецепте есть какие-нибудь нюансики но так как этот пирог я готовила впервые на гриле конечно же я некоторых нюансов не учла но хочу вам сказать если вы будете готовить этот пирог на гриле во первых бортики по краям нужно сделать повыше где-то сантиметра на 3 но в рецепте написано сделайте бортики из фольги трубочка скатайте но не написано какой высоты так пирог поднимается бортики нужно чтобы были повыше чтобы они закрывали края когда они поднимутся и тогда там уже будет создаваться жарко в духовке и еще все-таки в рецепте там указано 400 грамм теста и 400 грамм фарша если бы пирог был бы чуть-чуть поменьше то понятное дело что он был за этими бортиками уже бы и спрятался да у меня получился пирог чуть-чуть побольше поэтому края получились бледненькие и я думаю что они бы может быть не были бы бледненькими если бы пирог был бы сам поменьше чуть-чуть а бортики повыше вот этот нюанс вы можете учесть если будете вот таким же образом готовить пирог как я ну я уже когда буду готовить его второй раз конечно я вот эти нюансы все же учту и уже этих ошибок делать не буду но на самом деле пирог пропекся пирог хороший получился а и при том еще по времени я его ну может быть потому что он побольше был я его выпекала не 15 минут а 20 или 23 даже минуты получилось но он не поджарился так как там режим троечка а этот режим не дает сгореть в общем-то тесту этому ну тесто получилось подрумяниным но ничего не сгорело не стала я дольше держать для того чтобы не пересушить же само по себе тесто вот но если бы я делала вот по 400 грамм может быть этих 15 минут и хватило бы для выпекания этого всего если бы бортики были бы повыше так что учтите вот эти нюансы это уже я вам советую еще на следующий раз я попробую такой сделать лайфхак лайфхак когда уже собранный пирог я перемещаю на гриль неудобно его перемещать я думаю что перед тем как собирать пирог я думаю что под нижнюю часть теста лучше подложить пергаментную бумагу и потом просто взять уже с этой бумагой вместе переместить на гриль я думаю что хуже от этого не будет но уже сам по себе пирог будет просто легче перемещать вот такой вот сделаю нюансик тоже фарш вы можете выбирать любой какой вам нравится можно в принципе там куриный фарш сделать или какой угодно какой вам в общем то нравится как вы любите тесто я брала уже готовое в принципе любую начинку можно в это тесто положить я думаю и также любой пирог там получится конечно надо чтобы фарш только был уже готовым потому что он если там что-то сырое оно не пропечется за это время и сквозь это тесто а если начинка готовая то пожалуйста ложите закрывайте вот этими слоеными пластами тесто и с удовольствием потом можно этот пирог любой покушать с чаем ну а на этом я хочу свое видео закончить кому мое видео понравилось ставьте лайк кто не подписан подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока пока